В конструкциях, собранных из длинных балок и тонких оболочек, аварии часто происходят не из-за того, что достигнут предел прочности, а из-за потери устойчивости. При достижении критической нагрузки балки выгибаются, оболочки коробятся, и вся конструкция складывается как гармошка или карточный домик. Разберемся, как происходит потеря устойчивости при продольном сжатии стержня. Этот пластмассовый стержень одним концом упирается в резиновую пятку датчика силы, а другой его конец вставлен в корпус медицинского шприца. Прогиб стержня мы будем измерять с помощью индикатора смещения. Надавим на поршень шприца. Стержень сжимается, но не прогибается. Но когда сила достигает 30 ньютонов, стержень резко выгибается в сторону. Критическую нагрузку, приводящую к потере устойчивости стержня, первым рассчитал великий математик Леонард Эйлер. Рассмотрим совсем простую модель, в которой два недеформируемых стержня, соединенные крутильной пружиной с жесткостью К, сжимаются силой F. Допустим, что по какой-то причине стержни отклонились от прямой линии на малый угол альфа. Тогда угол излома стержней равен 2 альфа. Получившийся прогиб равен L синуса альфа. При малых углах синус альфа можно заменить на альфа. Сила стремится увеличить прогиб, а крутильный момент пружины противодействует этому. Чтобы прогиб нарастал и дальше, нужно, чтобы момент внешней силы F, приложенный к плечу L альфа, был больше крутильного момента пружины, который пропорционален углу излома стержней 2 альфа. Если сила больше критического значения, конструкция теряет устойчивость и складывается. Потерю устойчивости этой конструкции мы промоделировали в программе «Живая физика». Сначала сила растет, но никаких видимых изменений не происходит. Сила становится еще больше, и конструкция резко ломается. А что произойдет, если нагружать тонкую упругую пластинку? Здесь сопротивление вертикальному изгибу очень велико, но пластинка легко изгибается вправо или влево. Если мы еще увеличим груз, пластинка уйдет в сторону, и центр тяжести груза опустится. Уменьшение потенциальной энергии груза превосходит увеличение энергии упругой деформации пластинки, и потеря устойчивости оказывается энергетически выгодной. А эта удивительная деформация рельсов произошла на одной из железных дорог в Новой Зеландии. Попробуйте догадаться, что послужило ее причиной, и напишите об этом в комментариях к нашему фильму. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok